В начале мая началось благоустройство улицы Пушкина, одного из самых популярных пешеходных пространств города. Бульвар вдоль улицы связывает платформу Воронок с основной частью Щелкова. Концепцией благоустройства предусмотрена реновация бульвара и одновременно сохранение сложившейся структуры пешеходной зоны. В рамках обхода улиц города глава округа Андрей Булгаков проверил ход благоустройства. Руководитель муниципалитета осмотрел зону, в которой проводится реновация. Ответил и на вопросы экоактивистов, жителей Щелкова, в том числе жильцов многоквартирных домов на улице Пушкина. Некоторых из них волнует вопрос появления на улице заведения общепита, предусмотренного концепцией благоустройства. Жители предполагают, что посетители объекта общественного питания могут нарушать тишину. Речь идет о кафе. Кафе там не будет. Все. По проекту первый этап благоустройства должен быть завершен уже летом этого года, а второй – в 2022 году. Однако подрядчик планирует полностью сдать объект раньше поставленных сроков. Несмотря на то, что контракт предусматривает двухлетнее исполнение, мы уже видим, что первая часть готова уже к чистовым покрытиям. И подрядчики уже идут с опережением графика. Мы очень надеемся, что при принятии решения о возможном финансировании комплексного объекта в этом году рассчитываем, что завершить уже этой осенью. В данный момент на объекте трудятся 25 человек. Задействовано 4 единицы техники. Бригады завершают демонтаж старой плитки и асфальта. Строители выполнили подготовительные работы под устройство одного из тротуаров на улице. Вскоре начнется его асфальтирование. Вместе с тем бригады будут выполнять демонтаж параллельного тротуара. Работа ведется ежедневно с 8.30 до 19.00. Всего же в рамках реновации улицы Пушкина будет благоустроено более 30 тысяч квадратных метров территории. Стоит отметить, руководство муниципалитета учло пожелания экоактивистов и исключило из проекта излишнюю вырубку деревьев. На благоустроенной территории появятся и дополнительные зеленые насаждения, и современные архитектурные формы, детские игровые элементы. Кроме того, запланирована организация новой системы освещения и ландшафтной подсветки. Благоустроенная территория станет продолжением единого городского пешеходного пространства, в которое уже входит площадь Ленина, городские набережные, Пушкинский сквер и улица Парковая. Расположенный на ней лицей номер 7 глава округа Андрей Булгаков также посетил в рамках своего обхода города. Основной темой визита стал вопрос безопасности учреждения образования. Попасть в лицей номер 7 посторонним весьма непросто. Вход в учебное заведение оборудован системой видеонаблюдения. В этом убедился и руководитель муниципалитета. В сопровождении администрации учреждения и педагогов он осмотрел несколько классов, а также пищеблок. В ходе осмотра Андрей Булгаков заглянул на урок УБЖ. Кабинет оснащен всем необходимым для проведения занятий и практики. Здесь ребята наглядно показали, как занимаются, например, оказанием первой помощи. В общем, будьте аккуратны в связи с тем, что люди в Казани, нам надо беречь каждого из вас, из детей. Пообщавшись с ребятами, Андрей Булгаков пожелал удачи на предстоящих экзаменах и отличного настроения на праздники последнего звонка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!